Страх в сумасшествии. Уже давно я не сталкивался с такими страхами. В предыдущее время этот страх был очень распространен в конце 90-х годов. И после того, как он пошел на убыль, таких пациентов с этими страхами стало меньше. А сейчас снова и снова стали появляться люди, которые опасаются, что у них ум зайдет за разум. И это понятно, потому что когда вы испытываете хроническую тревогу, а сейчас это общее состояние, у вас начинают работать так называемые туннельные мышления. И в туннельном мышлении вы перестаете видеть альтернативы. Вы все видите в черно-белом цвете. И когда вы переживаете какой-то набор закономерностей, то дальше вы можете заехать в очень далекие дали в своем интеллектуальном действии. И здесь важно, если вы хотите с этим, у вас этот страх есть и вы хотите с ним справиться, не пытаться выстраивать долгие цепочки размышлений. А смотреть на альтернативные варианты, на альтернативные возможности, на учитывать мнение других людей. Вот если вы это будете делать, то вы выйдете из своих этих коридоров и ощущение паники и страха, что с вами сейчас что-то случится плохое и ужасное, которое потом еще само по себе начинает вас пугать, становится меньше. Поэтому вот расширяйте сейчас максимально и разные мнения, разные позиции, разные взгляды и так далее. Не концентрируйтесь сейчас на чем-то одном и тогда вот этот страх сумасшествия вас отпустит, хотя возможно возникнут какие-то другие и с ними тоже придется справляться. Сейчас время такое, что страхов много и каждый из них требует специфического подхода.